так здравствуйте дорогие друзья ну что вышло собственно говоря такое крупномасштабное обновление в принципе ну и давайте потихонечку в нем разбираться у нас теперь как тут они перенесли теперь у нас здесь турнир легенд отдельно выведен здесь соответственно у нас все по-прежнему подземелье золотая шахта центр события зал призыва приключения и вот она собственно говоря потасовка другими игроками без страха потерять рейтинг и получай награды за каждую победу что у нас за награды давайте посмотрим ну для просто для прикола давайте во первых сходим один бой проведем я даже не помню какая у меня там колода стоит просто посмотрим кстати я говорил про это пустое место да в свое время он теперь у нас вот такая еще атакован дает кровотечение атаковавшему теперь так выглядит ладно окей так понятно очень приятно давайте вот так вот пока сделаем но главное победить просто посмотреть что нам дадут 180 мы получим не страшно давайте должны так вот сыграем кстати да теперь дроган же новый но 30 при появлении союзника наносит 16 случайному врагу атакован враг наносит 12 ему и при смерти врага наносит 20 вражескому генералу по питомцам мы тоже сейчас на самом деле поговорим такое себе честно говоря сомнительно очень занятия конечно да он как бы 20 ник наносит он у меня раньше например больше наносил блин все победили как бы просто наградки посмотреть что вообще нам дадут ну вот 20 пыли далее ну с другой стороны как бы неплохо ладно пошли по порядку у нас появился еще новый перс так 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 где у нас теперь это центре событий можно посмотреть вот кстати она обновление сейчас мы по нему прямо и пойдем так здесь у нас во первых сейчас действует ну выгодный союз это понятно 75 штучек мы забираем так герой хаоса ближнего боя получает империзм герой хаоса дальнего боя могут пищать атаку усиление всех героев хаоса становится дешевле на 30 процентов окей теперь к новостям обновление игры тут с праздниками нас друзья настроение новогодних праздников уже витает в воздухе герой выискивают самые мощные фейерверки и наряжают свои дома гирляндами и прочими украшениями обмен подарком и чеченые часы но мы уже подготовили все к этому мероприятию в нашем новом обновлении приглашаем вас ознакомиться со списком изменений охота 2.0 тут очень много у них тут выкачано стоимость охоты снизилась 500 изумрудов для легендарных 250 для эпических и 100 для редких задания в охоте полностью изменены и облегчены но теперь они требуют последовательного выполнения награда за прохождение заданий охоты и финальная награда увеличена особенно для питомцев высокого уровня более не требуется ждать 24 часа после завершения охоты чтобы начать с ее снова первая охота с новым питомцем теперь полностью бесплатная все эти изменения сопровождаются освежающим обновлением внешнего вида окна выбора питомцев и задания охоты а также новыми медалями за охотничий опыт ну давайте вот зайдем так выбери питомца которым ты отправишься на охоту его души станут наградой за выполнение заданий ну вот допустим убедитесь что выбрали нужного питомца поменять его можно будет только на следующей охоте а награда аж 626 карточек на самом деле конечно сейчас стремно начинать у меня там ни ресурсов толком ничего но с другой стороны нет не буду я сейчас начинать по этим изменениям принципе поняли что здесь потому что я не готов просто сейчас к этому то есть ну и опять же что там смотреть задание задание надо будет посмотреть уже потом добавлены новые цепочки заданий питомец недели параллельно такой цепочке в центре событий теперь доступно предложение с этим питомцем которое можно приобрести за изумруды всех редких питомцев можно получить через специальные задания в центре событий умения редких питомцев совпадают с первым умением легендарных а эпически копирует у них два первых вот так вот теперь питомцы линейки принца глиди дают в три раза больше здоровья генералам а также все три умения были обновлены страж фенвер теперь дает атаку за убийство совершенно совершенно любым союзником и не только дальнобойным дроган теперь полностью ориентирован на нанесение урона оппонентам с тремя новыми умениями так ну давайте вот тогда по питомцам как раз гульнем они у нас здесь есть вот есть у нас во первых такая штука сидел силы можно купить бонусные награды так боевые наборы понятно не забывайте их забрать тут все таки ермунд так подготовка к бою вот они у нас питомцы новый абсолютно питомец появился окулус ну честно говоря я не знаю я не совсем его понял ну полу понятно это одинаковое умение для всех питомцев так начале хода исцеляет на 10 союзников с блоком союзник с блоком атакован дает ему ей бог 8 ну соответственно он будет повышаться каждый третий ход дает 32 союзником с блоком на один ход ну пока выглядит честно говоря так себе своеобразно потому что все таки у нас блок не самая распространенная как бы тема в игре но а брать одного героя это тогда надо получается брать этого кренделя как его зовут не помню сейчас мы его найдем я вам покажу который раздает всем блок ну и вообще всех кто с блоком у нас связан то есть вот он отлично раздает бог соответственно всем союзникам ну вообще честно говоря не знаю даже даже если так посмотреть где у нас тут блок вот блок а ты как связан а у него неуязвимость но это неуязвимость она блоком не является то есть в конце хода дает бог 27 союзником ближнего боя ну не самый худший вариант если под тем питомцем брать ну это лично с свой блок получает вот тоже раздает блоки любого раненого героя дает 52 союзником в ряду так у нее тоже свой блок также свой блок ну здесь она дает тоже свой блок соответственно здесь свои свои блок свой дает вот блок союзником ну и соответственно блок свой и все ну по большому счету то есть пока этот питомец наверное все таки не актуален по моему мнению но если вы играете так то как бы пожалуйста на здоровье по поводу глиди от единственного кого-то это умение отличается он дает плюс 60 при появлении союзника дает ему ей плюс 5 но на начальном уровне при смерти дает случайному союзнику и при атаке союзника дает ему ей тоже здоровье то есть он теперь получается не лечит варлорда ну опять же черт честно говоря знает так эпические воплощение порядка ну те же самые просто два умения то есть союзника с блоком дает ей блок и в начале хода исцеляет на 7 союзников с блоком так но здесь тоже самое понятно просто два умения взяты как они сказали ну и синие то понятно одно умение то есть ну да черт узнает так давайте тогда у меня глянем дрогана и соответственно так вот он все союзные генералы получают плюс 30 при появлении союзника наносит 16 случайному врагу атакован враг наносит 12 ему ей и при смерти врага наносит двадцатку вражескому генералу ну честно говоря маловато учитывая что у меня там было уже до 35 разогнано если не ошибаюсь здесь вот на 16 будет 26 то есть грубо говоря теперь под это его качать 32 на 21 ну и 38 то есть уже не будет того громадного урона который наносился честно говоря такое себе дело так ну и страж фенри получает двадцатку при появлении союзника дает на один ход атаку в конце хода дает всем союзникам и при убийстве союзником дает плюс 6 случайному союзнику но опять же в моем случае это там первый уровень у меня я его еще не качал ну ну честно говоря черт его знает с этими питомцами как-то все это выглядит не так что прям капец как сильно так ну то что охоту снизили здорово как бы то что питомца добавили вот эти новые цепочки заданий питомец недели центре событий предложения с этим питомцем вот у нас соответственно центр событий но пока что я что-то ничего не вижу здесь но выгодный союз понятно темные тайны понятно неожиданная подмога тоже понятно в принципе ну тут единство фракции идет ну слушайте я не знаю если честно ладно с этим разобрались то есть так все общее изменение добавлено новое задание на главный экран справа от приключений она придет вам двум хорошо забытом режиме потасовка и тренировка проверить как работают ваши колоды болт боях против самих себя или же попробуйте сражаться с реальными противниками за приятные награды колизей более недоступен но не беспокойтесь теперь на его месте будут проводиться турниры легенд ну могли бы колизей то и оставить как бы потасовка здорово но оставили бы колизей там ну и жемрутики иногда все-таки можно было получить как бы я не скажу что он вообще он вообще не интересный это тупняк полный но в плане получения ресурса но зачем ресурсы опять забрали по чуть-чуть ну ладно в яме доступно новое предложение навсегда дающая плюс одну попытку против босса с одной стороны это здорово здорово так ну сейчас мир пангея окутан снегом новогодние декорации рейтинг зале славы визуально обновлено ценится достижение своих друзей других игроков профиль игрока в турнире легенд теперь показывает его колоду в этом режиме и не в зале славы исправлены различные ошибки ну и прочее так забираем не забываем свиточек забрать и чуть-чуть пыли ну и как раз вот это и есть собственно говоря предложение которое я увидел 459 рублей то бишь там на huawei будет стоить 356 рублей за него вы получите вот соответственно плюс навсегда одну попытку в яме плохо это хорошо решать вам 2700 в моем случае эпиков 27 каретких 12 тысяч золота и 100 тысяч пыли возможно со временем я куплю когда у меня будет предложение очередное на это подарок за лояльность там как-то так называется где вам дают ярость бури там немножко золотишкой 150 там изумрудиков ну и прочее такое пятое десятое так сейчас мы еще посмотрим там что у нас там визуально изменилось так здесь всем отправил здесь отправил так что у нас там рейтинг визуально изменился где он там визуально изменился я не особо заметил вот рейтинг а вот так теперь все это выглядит как бы типа вот так вот все это выглядит то есть и а вот можно топ 150 посмотреть по стране вот друзья собственно говоря да ну вот у нас дима здесь на первом месте мистер вирус на третьем лёня догоняй так android можно посмотреть соответственно ну и все в таком роде то есть по стране я 61 ни хрена себе так мало народу играет что так здесь 1809 ну и среди друзей я 9 мелочь а приятно цензуру подгоняем ну вот в принципе все что касается вот этого вот обновления получается то есть больше в принципе особо ничего тут и нету так у меня тут пыли накопилось уже прилично башня пока без парня с одним поражением я шел ну пока вот до сюда дошел 13 этаж то есть остался 13 14 15 16 ну возможно на события оставлю может буду потихонечку играть черт его знает тут бы обновить бы надо давайте обновим за 1500 можно все равно что-нибудь взять ну кстати неплохо неплохо я его сейчас хочу все-таки покачать по тесте с другой стороны и это очень даже неплохо демон потрошитель 3800 его получить за 1800 тоже приятненько было бы мы 1800 я думаю наберем ну вот в принципе все что изменилось то есть вот она наша старая добрая потасовка теперь можно будет спокойно тут на стримах играть когда забивается здесь чтобы если что не тратить золотой сундук не открывать его раньше времени ну в принципе в принципе за потасовку огромный респект я его реально хотел при том очень давно так ну ка если я сейчас этого поставлю 66 дадут ну все логично в принципе а здесь дадут 626 то есть мне нужно 2 атаки чтобы взять 2 охоты чтобы взять 12 уровень ну и вот здесь можно посмотреть вот так вот ну по поводу нового питомца я уже сказал что как бы ну не знаю своеобразный очень питомец на блоке он замешан возможно мы его увидим и колоды с ним будут крайне интересные пока что вот так как то все это выглядит ну что я могу сказать ребят я потихоньку возвращаюсь как бы в игру то есть все таки видосики я надеюсь сейчас будут выходить почаще признателен всем кто смотрит всем кто не покинул меня за эти три месяца всем вам ребятушки респект от меня ну и удачи увидимся сегодня уже нет завтра возможно и стримчанский замутим и все будет здорово ну а пока у меня пока пока дамы и господа пока